Глава 1. Все люди – люди. 1961-1980 годы. Мартин Гор был послушным, рассудительным и счастливым от рождения ребёнком, рождённым в семье рабочего в Дагенеме, Эссекс, 23 июля 1961 года. В то время его дед и отчим работали на заводе Форда, но отчим ушёл оттуда, чтобы стать водителем, и перевёз послушного и безобидного карапуза, как называл себя Гор, и его двух сестёр Карин и Жаклин в Безилдон. Их мать Памелла нашла там работу в доме престарелых. «Я был застенчивым ребёнком», – говорит наш мечтательный и кроткий композитор. «У меня было мало друзей или вообще их не было, и я проводил много времени в одиночестве, читая сказки в своей комнате. Я блуждал в сказках и жил в других мирах. В школе я ощущал острую нехватку самоуверенности. Учителя слышали мой голос лишь изредка». Главным интересом этого сдержанного и замкнутого ребёнка стали языки, к которым у него были природные способности, и музыка. Когда мне было десять или что-то около того, я нашёл в шкафу мамину коллекцию рок-н-ролльных синглов, состоящую из песен Элвиса, Чака Берри и Делла Шеннона. Я включал эти записи снова и снова, и неожиданно понял, что это единственная вещь, которая мне действительно интересна. С этого всё и началось. В 13 лет новообращенному фанату глэм-рока с особенным увлечением музыкой Гэри Глиттера и эксцентричного американского дуэта Спаркс подарили акустическую гитару, и он доказал способность схватывать всё на лету, проводя большинство вечеров с разучиванием аккордов. Он ещё учился в школе, когда написал «Си Ю» и «Эфотограф оф Ю», впоследствии записанные Депешмот. Перри Бамонт, который годы спустя стал музыкантом и участником Вэк Юр, учился вместе с Гором в Базилдонской общеобразовательной школе имени Святого Николая. «Он был очень замкнутым», — говорит Бамонт, «очень тихим и способным учеником». Гор утверждает, что он не выбирался в люди и не пил до 18 лет. Это был социальный пустырь, который ему предстояло облагородить в дальнейшем. В школе у него появилась подруга, у которой уже был опыт участия в тусовках, потому что до этого она встречалась с другим его однокашником, тощим, рожеволосым пареньком Энди Флетчером. Гор признаёт, «Возможно, я был странным ребёнком, потому что мне вполне нравилась учёба и школьные дела. В школе я чувствовал себя в безопасности и не хотел из неё уходить. Я был участником школьной команды по крикету и получил высшие баллы при сдаче немецкого и французского языков, хотя и провалил математику». После выпуска из школы Святого Николая в 79-м году Гор устроился на работу в клиринговый банк «Нет Вест» на Фенчер-стрит, Лондон, в двух шагах от того места, где бывший парень его девушки, Флетч, работал в страховой компании «Sun Life». Мартин утверждает, что его коллеги относились к нему как злая мачеха, потому что он был юн и застенчив. В то время он играл в акустическом дуэте «Norman and the Worms» со своим школьным другом Филом Бердетом, впоследствии ставшим известным певцом-бардом в лондонской тусовке. По сообщению очевидцев, два старых одноклассника включили в свою программу фолк-версию темы из сериала 60-х годов «Скипи». Но их музыкальный стиль кардинально изменился, когда Гор принёс на одно из выступлений синтезатор Мук Продиджи. За выступлением с интересом наблюдал другой местный музыкант Винс Кларк. «Мартин пришёл с синтом, и я подумал, что это великолепная находка. Это был инструмент, к которому не нужен комбик. Просто включаешь в усилитель, и всё». Кларк родился в Утфорде в 60-м году, пил в то время в церковном хоре, и в местном отделении церковной и детской организации «Бойс Бригад» он познакомился с другим участником школы Святого Николая, уже упомянутым здесь ранее Эндрю Флетчем Флетчером. Флетч родился 8 июля 1961 года. Был ещё ребёнком, когда его отец, инженер и мать-домохозяйка, а также его брат и две сестры переехали в Базилдон. Он вступил в бой с «Бригад», когда ему было восемь. Флетчер утверждает, что ходил в церковь семь раз в неделю. «Винс ходил в неё так же часто», – рассказывал он через несколько лет. Он был настоящим религиозным фанатиком. Кларк в какой-то мере был уединённым и замкнутым персонажем, в то время как его энергичный друг любил играть в футбол и общаться с людьми, постепенно став заядлым фанатом Челси. Тогда, в конце 60-х, этот клуб считался в Лондоне самым раскрученным. Хотя Перри Бамонт вспоминает о Флетчере, как об изрядно весёлом ребёнке, наш юный церковник таковым себя не чувствовал. «Я был безнадёжным пессимистом, который никогда не замечал светлых сторон в жизни. Я всё время читал книги по истории и был уверен, что стану учителем». Бамонт не припоминает, чтобы Флетчер высказывал какой-либо интерес к музыке в школе. Наверное, интерес у него был, но он его никак не показывал. С другой стороны был Кларк, который брал уроки Габоя в школе. В 14 лет он открыл для себя поп-музыку, хотя это едва ли была прогрессивная и радикальная музыка. «Я полагаю, первыми меня научили слушать музыку Саймон и Гарфанкел, дуэт 60-х годов, состоявший из американских музыкантов Пола Саймона и Артура Гарфанкела. Они действительно впечатлили меня. Я считал их запредельными. Я сразу взялся за изучение акустической гитары. Мы с несколькими товарищами собрали какое-то подобие госпел-фолк-группы и подали заявку на какой-то творческий конкурс. В этом возрасте каждый думает, что он юный гений, а из гитары можно сразу извлекать красивые звуки. Так что мы считали себя лучшими. Ты сидишь такой и фантазируешь обо всех вещах, которые ты купишь, когда станешь знаменитым. После выступления на местном конкурсе художественной самодеятельности. И, конечно, мы играли ужасно. В итоге никуда и не вышли». Когда Безилдон атаковал панк-рок, Кларк и Флетчер со своей программой каверов на The Beatles и Eagles быстро отступили. И в 1977 году создали группу No Romance in China. Группа состояла из Кларка на гитаре и вокале, Флетча на басу. И, по выражению последнего, одной из тех драм-машинок Selmer After Rhythm с частым назойливым перестуком, который можно было водрузить на свой инструмент. Для начала они стали играть свои любимые композиции I Like It – Jerry and the Pacemakers, The Price of Love – Everly Brothers и When She Kissed Me – Phil Spector. Примерно через год их пристрастия помрачнели, и Кларк, как ни странно, стал большим фанатом постпанковской группы The Cure. Эри Бамонт впервые увидел их выступление на джеме в пабе Double Six в Базилдоне. Они сыграли три песни, включая Free Imaginary Boys самих The Cure. Вскоре после того, как 17-летний Флетчер ушел из движения Boys Brigade, по воспоминаниям друзей, его можно было увидеть на одном из редких выступлений в Woodlands Youth Club перед толпой подростков. Через пару лет No Romance и Инчайна распались, и Флетчер в основном стал проводить время со своей новой подругой Грейн. Кларк на короткое время собрал еще одну группу – WePlan, с участием готового на любую аферу Перри Бамонта, который всю жизнь переходил из группы в группу. Однако Кларк не был доволен своим местом на вторых ролях, предпочитая быть одним из руководителей, поэтому решил выйти из группы. Он вернулся к Флетчеру, и они основали следующую команду – Composition of Sound с Мартином Гором. В ее первой инкарнации Флетчера уговаривали играть на басу и даже взять взаймы 90 фунтов у своего начальника в банке, чтобы купить инструмент. Остальные двое поначалу играли на гитарах, но по мере создания Кларком новых песен, они вместе с Гором перешли на примитивные синтезаторы Мук и Ямаха. Когда Флетчера через несколько месяцев заставили купить синт, Composition стали полноценной электронной группой. «После панка мы все переключились на Крафтверк и Asotene Ratio», вспоминает младший брат Перри, Дэрил, который младше Флетча, Кларка и Гора на три года. «Я всегда считал направление электроник-футуризм достаточно грязным и андеграундным, как у ранних в Human League», выражает свой восторг Дэрил, который тогда часто сопровождал оборудование группы, а они взамен давали ему фургон для развозки газет. Их сингл «Being Boiled» был авангардной темой с жестким звучанием. Мне нравились темы сам Базар и Гэри Ньюмана, которые явно охватывали более темные сферы, чем музыка из обычных чартов. В 1979 году Гэри Ньюман возник как загадочный персонаж с пергидрольной прической во главе «Тьюбой Арми», заняв первое место в чартах своим минималистичным и потусторонним хитом «А Фрэнс Электрик». В 70-х было мало исключительных хитов в электронике. Из наиболее известных можно назвать сингл «Автобан», записанный группой «Крафтверк», который занял 11-е место в чартах в 1975 году. Но Ньюман надолго зарезервировал место главной звезды Синтипопа, когда вышел его второй сингл «Карс» и также занял высшую строчку в Великобритании. В следующие три года он выпустил пять альбомов, входивших в тройку лучших в Великобритании и даже добравшихся до десятка лучших в США. Мимолетное, но значительное влияние Ньюмана на Кларка, Гора и Флетчера состояло в том, что он продемонстрировал возможность подъема на вершину чартов, будучи молодым, бывшим банком, без музыкального образования, играющим синтезаторную музыку. «Мой единственный музыкальный талант – организация шумов», признавался фронтмен Тьюбовой Арми. «Я никаким боком не мог назвать себя хорошим гитаристом, а на Синти и Мёртвой сыграл бы лучше меня». Гор рассуждал примерно так же. «Для нас синтезатор был чисто панковским инструментом, актуальным предметом дай-культуры. Мне кажется, что неумение на нём играть натолкнуло нас на использование его совершенно другим образом. Мы взялись за этот инструмент, потому что он был удобным, можно было прихватить его сбоку и спокойно притащить на концерт. Не нужно было никаких комбарей и не нужно было искать машину. Когда мы начинали, мы гоняли на концерты на электричках. В течение нескольких следующих месяцев композишн гнались за более искушёнными и эстетствующими электропоп-группами, такими как Soft Cell и The Human League, которые взломали чарты вслед за мрачным футуризмом Тьюбовой Арми. Тем временем Гор также вступил в другой местный коллектив – French Look. Лидером группы был парень по имени Боб Марлоу, очень известный персонаж в базилдонской тусовке. Он был одним из близких друзей Кларка и впоследствии появлялся на лейбле, которым тот руководил. Друзья вспоминают, что он был чем-то похож на Гарри Ньюмана, в том смысле, что он всегда хотел быть фронтменом, играть на клавишных, гитаре и всём остальном одновременно. В группе French Look Гор играл на синтезаторе на заднем плане, а также там был крупный чувак по имени Пол Редман, которого взяли в группу, потому что у него было два синтезатора и достаточно здоровья, чтобы всюду таскать их с собой. Все хорошо знали друг друга, но один из них был им почти незнаком. Парень, который строил звук во время репетиции French Look в школе Woodland – тощий бывший панк Дэйв Ганн. Он привлёк внимание Винса Кларка на одной из репетиций Composition of Sound, когда стал подпевать под их кавер на песню Heroes Дэвида Боуи. Это был всего лишь джем, но Кларк, который ненавидел свою роль фронтмена, подумал «А он неплох. Может, стоит взять его в группу?» Ганн никогда не прослушивался на роль вокалиста в Composition of Sound. Его готовы были принять, если он выразит такое желание. Кларк пригласил его посмотреть на выступление группы в Скампсе – Саутленд. Хедлайнерами концерта была одна из очередных команд Перри Бамонта – Скулбулис. Выступление Composition of Sound началось не очень гладко, потому что Флетчер, у которого всегда была репутация неуклюжего парня, запнулся в проводах и выдернул из усилителя все инструменты, кроме своего собственного, оставив на первые два квадрата одну басовую партию. Дэрил, младший брат Перри, вспоминает этот концерт. «Это было где-то в мае-апреле 80-го года. Я как раз заканчивал школу, и Перри дал Депешмот место на концерте, чтобы поддержать их раскрутку. В то время они были известны как Composition of Sound и еще не стали полностью синтезаторной группой. Флетч играл на басу, Мартин на клавишных, а Винс на гитаре и пел. Дэйв Ганн собственной персоной был на этом концерте, смотрел из зала. Я тогда с ним впервые познакомился. Они исполнили много песен, которые потом стали известны как песни Депешмот. Фотографик, Ice Machine и также несколько инструменталов. Однажды Composition of Sound выступали с French Look в школе Святого Николая. Гор переодел рубашку и стал играть с другой группой. Это был первый концерт с участием нового вокалиста Дэйва Ганна, который и так побледнел и разволновался, что осушил несколько банок пива для того, чтобы набраться решительности и выйти на сцену. До этого единственным опытом выступлений было его участие в Хоре армии спасения, когда ему было восемь. French Look закрывали концерт, и во время первой же песни Роб Марлоу и Пол Редман стали о чем-то спорить. После чего Редман отказался играть, и шоу развалилось в самом начале. Неудивительно, что после этого они распались. Дэрил Бамонт описывает этот концерт как «Чудный вечер. Я еще учился в школе, и мы все были поражены». Потому что Дэйв привел на концерт всех своих друзей из Саутенда. Внезапно в школьном зале появилось 30-40 фриков, исповедующих новую романтику. Да и местных ребят там было полно. В тот момент Винс понял, что сделал правильный выбор. Дэйв Ганн родился в Эппинге 9 мая 1962 года. И, как многие другие, получил религиозное воспитание благодаря своей матери, которая работала в армии спасения. В отличие от его новых соратников по группе, Ганн полностью игнорировал церковь. И когда его вместе со старшей сестрой определили в воскресную школу, он предпочитал прогуливать занятия, катаясь по округе на велосипеде. Отец ушел из дома, когда Дэйв был еще младенцем, и мать перевезла семью, Дэйва и его сестру Сью, братьев Питера и Филиппа, в Безелдон. Она вышла замуж во второй раз, и я всегда считал отчима своим родным отцом. Он умер, когда мне было 7 лет. Когда Дэйву было 10, он пришел домой из школы и увидел этого незнакомца в доме. «Мать сказала, что это мой настоящий отец. Я помню, что сказал в слезах, это невозможно, потому что мой отец умер. Я был очень расстроен, и мы все сильно поругались. Потому что я считал, что она должна была мне обо всем рассказать с самого начала. Позже я осознал, как тяжело было матери нас растить. И я только усугублял дело, когда влезал в постоянные неприятности». Ганн стал прогуливать школу и трижды попадал в суд по делам несовершеннолетних за граффити на стенах, вандализм и кражу машин, которые позже находились сгоревшими. «Я был совершенно диким. Мне нравилось то возбуждение, когда я проводками заводил мотор, срывался с места, стирая покрышки и прятался от полиции. Когда ты скрываешься за стеной с колотящимся сердцем и думаешь, поймают или нет, мать часто заливалась по мне горючими слезами». В качестве демонстрации своего хронического непослушания в 14 лет он набил себе первую татуировку. Это было на набережной в Саут-Энде у старого моряка Клаева, который наколол ему на шее пунктир со словами «линия разреза». Сильно контрастируя с достаточно робкими, посещающими церковь пареньками из Composition of Sound, он начал экспериментировать с наркотиками ещё до окончания школы. «У меня всегда было с кем позависать, чтобы добиться разных состояний. С бандитами, наркоманами, просто с девушками. Мы могли выбраться куда-нибудь с компанией и купить полную сумку амфетаминов. Всю ночь мы ездили по Лондону, встречая новый день на какой-нибудь вечеринке, а потом садились на утреннюю электричку, едущую с Ливерпуль-стрит в Биллерикей. Это был чертовски долгий путь домой». Ганн говорил, что он довольно быстро познал сексуальные отношения с подругами своей старшей сестры, и что в 13 лет он уже был участником банды, которая тусила в Global Village – гей-клубе у вокзала Чаринг-Кросс. Он с трудом закончил школу в 1978 году, прогуляв почти весь последний год. В следующие несколько месяцев наш заносчивый парень перепробовал много вариантов подработок. Он говорит, около 20, включая разгрузки в супермаркете, работу на стройке и фасовку парфюмерии. «Я приносил домой неплохие деньги, часть давал матери, а остальные спускал в пабе, будучи известным прощелыгой. В какой-то момент я осознал, что у меня нет карьеры, и я пошел устраиваться учеником-слесарем в газовую компанию «Норфтэмсгаз». Мой инспектор по наблюдению за условно осужденными сказал мне быть честным на собеседовании и сообщить, что у меня было криминальное прошлое. Но я настроен на исправление и все такое и прочее. Ясное дело, в результате работу мне не дали. Я вернулся в надзорный офис и разнес его». В последние годы учебы в школе Ганн открыл для себя панк-рок и стал посещать концерты The Damned и The Clash. Я не очень врубался в то, что пели The Clash, и не совсем понял их первый альбом, но часто ходил на концерты, потому что мне нравилось смотреть на них. Нравилось их отношение к жизни и энергетика. Он смог совместить свои главные интересы, панк и искусство, поступив в колледж искусств Саутэнда, из которого он часто сваливал, чтобы послушать Generation X и The Damned. У меня была настоящая одежда из секс-шопа, я приклеивал на неё логотипы групп и в таком виде ходил в суровые лондонские клубы типа Studio 21. Хотя Ганн и не был единственным альтернативным персонажем в Безилдоне, найти там урожайное место под солнцем было невозможно. Поэтому подобный ему народ ездил в Лондон или Саутэнд, где местные были более терпимы. «Джон Лайден и Джордж О'Даут, бой Джордж, часто приезжали в Саутэнд», – вспоминал он. «Джордж был геем и участвовал в модельном бизнесе. Из-за этого у него случались проблемы. Они вели себя вызывающе, как Стивен Линнард, сейчас успешный дизайнер модной одежды, и сильно отличались от моих грубых приятелей натуралов из Безилдона. Они были артистичными дебоширами. Я уставал от всего этого, но это приводило меня в возбуждение. Двойная жизнь, в которой смешивались сборище в школе искусств и поездки домой в Безилдон. Я приходил в паб в макияже, но меня не трогали, потому что я знал всех местных хулиганов». Цитируя Дэрила Бамонта, который в начале 80-х был ещё приличным школьником, Дэйв в Безилдоне всегда был не в своей тарелке. В 70-х это было очень жёсткое место. Он гонял развлекаться в лондонские клубы, а для этого нужно было сначала сесть в электричку. Папа напротив местного вокзала был просто эпицентром насилия. Так что ему часто дорисовывали лицо, когда он околачивался там в ожидании поезда. «15-летний пацан с макияжем на лице». Вот такие воспоминания оставили ему типичные граждане-избиратели из Эссекса. Возможно, поэтому он в итоге и переехал в Америку. В свою очередь Флэч и Мартин не так себя афишировали. Они ходили в бар при культурном центре Таунсгейт Театр, где были более богемные посетители типа хиппи. Туда приходили люди в модно заплатанных джинсах и играли на акустических гитарах. Так что их восприятие района было совсем другим по сравнению с отношениями Дэйва с реальной гопотой. В 1979 году Ганн познакомился с Джоанной. Это случилось на концерте в Эдемнет. «Она была панкершей из Биллерики», — вспоминает он. По странному стечению обстоятельств, её любимая группа была исходной панковской ипостасью «Cubeway Army», поэтому она ходила на разные концерты Гэри Ньюмана в Лондоне. К тому моменту, как Ньюман перешёл на электронное звучание, Ганн тоже был его фанатом, и в конце того же года парочка поехала за группой в их главный тур по стране. Через короткое время Ганн стал участником «Composition of Sound» и, будучи продвинутым в модной культуре, предложил им фразу, которую он увидел на обложке французского журнала «Depeche Mode», что переводится как «быстрая мода» в качестве названия группы. Кларк признаётся, «Нам просто понравилось звучание фразы». Чтобы звучать ещё более экзотично, музыканты сначала условились произносить «Depeche» на французский манер «с шай в конце». По воспоминаниям друзей группы, название было утверждено после шести или семи концертов Composition of Sound с Ганном на вокале, но никто не может назвать точную дату. Называться «Depeche Mode» было очень неестественно для группы парней из Безилдона, представителей рабочего класса. Но Ганн уже развил в себе вкус к ярким и претенциозным жестам, когда ездил по лондонским клубам в 80-х. «Depeche Mode» были очень наивными, как и все 18-летние ребята, усмехается Дэрил Бемонт. Они были действительно странной смесью. Дэйв увлекался панк-роком, Флэч любил поразглагольствовать о творчестве Грэма Паркера, Мартин торчал от Крафтверк, Джонатана Ричмана и множество других вещей. Дэйв увидел выступление в «Эклэш», когда ему было 14. Он уже тогда ходил в «Биллис», «Студио 21» и прочие злачные места. Я думаю, Винц что-то заметил в «Дэйве», он сильно привлекал внимание. Андеграундный клубный мир, которым наслаждался Ганн, дал ему преимущество перед большинством его безилдонских ровесников, хотя пригородная шпана в итоге запрыгнула на его уровень, когда «Calt with no name» породил абсурдный, повсеместно признанный культ новой романтики. Это движение начало заражать клубы Лондона весной 1978 года. Эпицентром эпидемии стал клуб «Биллис», открывшийся по адресу Dean Street 69 в Эстенде. Сначала он работал только по пятницам, и в нём собиралось вычурное гей-сообщество. Но потом два его постоянных посетителя, Расти Эгган и Стив Стрэйндж, стали устраивать там свои собственные вечеринки по вторникам. Для их продвижения они стали раздавать флайеры, где вторники были представлены как в вечеринке в стиле Боуи. И там красовался слоган, являющийся строчкой из песни Дэвида. «Fame, fame, fame, what's your name?» «Известность, известность, как там тебя зовут?» Хотя они играли треки Боуи, дело было вовсе не в музыке. Дело было в его подходе к имиджу, который был не менее важен. Самопровозглашённый модный гуру Питер Йорк, резюмируя эту историю в 80-х, писал Музыка Боуи шла вместе с образом. Озабоченные мальчики и девочки ждали каждой его инкарнации так же, как модный мир ждёт новостей из Парижа. Внешний вид был образом жизни. Биллис также учредил свой образ жизни, защищая его очень разборчивым фейс-контролем. Клуб эффективно преобразил модную этику 60-х, создав новую форму щёгольской напыщенности, из которой безжалостно изгоняли неверных. Эту функцию выполнял Стив Стрэйндж. Настоящее имя Стив Харрингтон, бывший фронтмен панк-группы Moors Murderers, назначивший сам себя модным полицейским, генетиком стиля и суровым привратником. Сам Боуи вернулся к макияжу и трансвестизму во время съёмки промо-видео для сингла Boys Keep Swinging 1979 года. Год спустя в своём видео «Ашес ту Ашес» он явно ссылался на новую романтику своим костюмом клоуна Пьеро, однако намекнул на своё превосходство, использовав Стива Стрэйнджа в качестве массовки в видео. Тем временем Стрэйндж превратился в лицо культа без имени, вдохновив Молли Паркин написать в Sunday Times «Секрет успеха Стрэйнджа в его максималистском подходе к жизни». Пока британская экономика задыхается, Стив Стрэйндж запускает все поршни своего креативного двигателя, демонстрируя пример превосходной саморекламы. А вот Джоли Берчилл из панковского Enemy в своих рецензиях высказывала гораздо меньше энтузиазма. «Всё это новое движение, Стив Стрэйндж и так далее, это не что иное, как обычный глэм-рок, случайно открывший словарь на слове «романтичный», а не «бисексуальный». После работы в Биллис Стрэйндж перебирается в Блиц, где собралась новая банда – The Blitz Kids. Бой Джордж был центром этой поверхностной жизненной философии, в которой одежда и мода на элитизм предлагала возможность побега от тоскливой реальности, в которой царило пособие по безработице. «Панк был безопасным, мы вертелись вперёд в водоворузе косметики и подводки для глаз», – говорит крашная поп-звезда. «Внимание, конечно, было основной целью. Пока меня фотографировали и замечали, была и мотивация, смысл вставать по утрам, одеваться. Сперва основа для макияжа и пудра, после – чашечка чая, пока всё не осядет. Тени для век я накладывал пальцами, инстинктивно, так как не мог себе позволить кисточки. Последними в ход всегда шли накладные волосы, серёжки и шляпа. Ну а после я мог целую вечность вертеться у зеркала». Резким контрастом был любовник Джорджа и его коллега по группе «Калчик Лап» барабанщик Джон Мосс. Его пугала та пустота, которую он видел с запорхающими ресницами и легкомысленными сплетнями клубных гостей. Красивая внешность, прикольные наряды, но под шмотками, грязь. Не было там ни духа, ни религии, ни веры. Безбожники. Блиц был чем-то похожим на дорогу в ад, вроде Берлина в 30-х. Джон Фокс, бывший рохли студент художественной школы, а после создатель пионеров британской электронной музыки группы «Ультравокс», также был не впечатлён. В рок-н-ролльной музыке есть элементы, свойственные для мьюзик-холлов. В лучшем случае получается Рэйв Дэвис, в худшем – вся эта комедийно-клоунская мишура под названием «Новая романтика». Я как-то спускался в Блиц сам, убедиться. В целом это было даже увлекательно, но только до тех пор, пока мой первоначальный интерес не прошёл. Даже несмотря на то, что предполагалось, будто я также часть этой сцены. У Тони Хадли из группы Span Daubale, которые какое-то время были постоянным коллективом в Блиц, несколько иной взгляд. Чёрт, да Блиц не было никогда площадкой, переполненной красивыми и женственными людьми, позирующими и обсуждающими искусство и литературу. Хрень всё это. Просто тусовка напрочь слетевших с катушек парней, пытающихся подцепить девчонок. Лишь одевались мы несколько иначе от ребят с обычных поп-дискотек. Стервозные, дворовые, бисексуальные, экстравагантные и убегающие от жизненных проблем. Поначалу этот безымянный клуб был всего лишь креативным прыжком за загнивающую и застаивающуюся панк-сцену. К тому времени, когда пресса назвала своих новых главных героев новой романтикой, единственным призывом движения было предложить лёгкий способ эпатировать публику для всех, кто хотел привлекать внимание своей странностью и необычностью. Флетчер, Гор и Кларк стали бы ассоциироваться с этим пульсирующим и популяризированным разгулом с переодеваниями, но были достаточно соблазнены холодным и эксклюзивным гламуром оригинальной лондонской сцены, чтобы позволить Ганну окрестить их псевдоэкзотическим именем. Тем временем, композишну в саунд репетировали практически каждый вечер в гараже у Винца, во избежание шума используя наушники и вынуждая его мать постоянно жаловаться на чёртовы хлопки по клавиатуре. Позже они переместились в кладовую местной церкви. Флетчер, викарий просто дал нам место, от нас требовалось лишь быть воспитанными и вежливыми, но ещё нам не позволялось громко играть. После нервного дебюта Гана в Святом Николае последовал концерт в байкерском клубе в Саут-Энде. Явив собой странное зрелище, приехав на площадку с синтезаторами и новыми друзьями-футуристами, группа, тем не менее, сыграла на отрыв. Даже байкерам понравилось. Сет включал в себя множество песен, которые они так никогда и не записали. Таких как Reason Man, The Everly Brothers, Price of Love, Tomorrow's Dance, Television Set, I Like It и Ghost of Modern Time. Хитом же выступления стала композиция «Фотографик» — отчаянный и атмосферный трек, небрежно исполненный Ганом в механической и монотонной манере, что придавало его ранний энтузиазм касательно Tubeway Army. Композиция была любимой их молодого фаната Дэрила Бамонта, которому группа стала платить за перенос снаряжения после распроданного концерта в лондонском Бэбэнгю. Когда слушаешь «Фотографик», понимаешь, что она весьма мрачная. Были и некоторые песни вроде «Телевизион Сет», «Ризен Мэн» и песни под названием «Эддикшн», которые также являлись тяжёлым «Электро». Юные дарования из Безилдена играли вместе всего три месяца, когда сделали свою первую запись, куда вошли три песни Винса Кларка, включая «Фотографик», который группа решила использовать для своей демокассеты. Вскоре после рассылки с ними связались промоутеры двух небольших, но значимых площадок. Одной из них была «Бридж Хаус» из Кеннингтауна — старый клуб, тусовка панков и приверженцев музыкального направления «Ой». «Первые несколько вечеров в Бридж Хаус было очень пусто», — говорит Дэрил Бамонт. Группе выделяли вечера с ряды, и ребятам буквально приходилось выступать перед полдюжиной человек. Второе предложение поступило из Рейли от местного Крокс, где 16 августа 1980 года группа начала постоянные выступления субботними вечерами в рамках еженедельных синтедиско-вечеринок «Гламурный клуб». По словам школьника Дэрила Бамонта, казалось, будто это вся публика из начала 20-х годов. Вы могли, например, наткнуться на братьев кемпов из Пандаубали. В общем, такой модный и андеграундный тип людей. Майки Крейг из «Калчи Клабжа» вспоминает кучку косящих под кит креол людей, а также любителей рокобилли, скинхедов и новых романтиков. Фактически благодаря Крейгу «Калчи Клабж» сыграли свой первый концерт в «Крокс» 24 октября 1981 года, в котором также приняли участие разные члены Депешмот. Бой Джордж пишет в своей автобиографии «Прими как мужчина», «Крокс» был самым преуспевающим фрик-клубом Саутенда, прославившись благодаря местным звездам чартов Депешмот. Он привлекал разношерстную толпу – офисных мальчиков и секретарш, белолицых футуристов в резине и ошейниках для собак, модников в пиратских шляпах от Вестфуд, рокобилли с высокими и плоскими стрижками. «Нам повезло сделать своё первое шоу перед звёздной публикой вместе с Дэйвом Ганном и с Депешмот». Стива, молодой диджей, который к 1980 году уже сделал себе имя непредсказуемого, но влиятельного энтузиаста на электронной сцене, так вспоминает встречу с Депешмот на площадке «Крокс». Это была большая открытая сцена без какого-либо декора, но там могло поместиться много народа, а ещё был бар. По тем временам там была очень модная публика, люди круто одевались, но, к сожалению, мода была в приоритете над музыкой. Меня раздражали такие коллективы, как Spandau Ballet или Duran Duran, поскольку они добились успеха на сцене, построенной индустрией. Они не имели никакого отношения к электронной музыке, насколько я могу судить. Human League, Депеши, Soft Sale, да, это были синти-коллективы, остальные же были обычными рок-н-ролльными бандами, разодевшимися в рубашке с оборками. Стива, настоящее имя Стив Пирс, хоть и закончил школу с горем пополам, тем не менее умудрился заработать неплохих денег за счёт подработок в последний год обучения. Таким образом, 16-летний парень в 1979 году покупает себе мобильную микшерную систему и начинает выступать на регулярной основе в знаменитом Chelsea Dragster на лондонской Kings Road с понедельничной программой «Электронная музыка» и «Диско». За этим последовали ежевечерние сеты в пабе Clarendon. «Я терроризировал танцпол в Челси», смеётся Стива. «Ставил треки таких ребят, как Хром, Фробинг Гристал, а также Крафтерк и Йеллоу Мэджик Оркестра. А потом вы бы пошли в Блиц, где ставили Рокси Мьюзик и Боуи, и всё там выглядело по-гейски и было по уши в мейкапе. Это была сцена, поразившая новых романтиков. Я в то время считал себя кем-то вроде анархиста на музыкальном публище. И для меня было невероятно важным разрушать все барьеры, открывать границы музыки для всех. Ну а потом всё напрочь испортила пресса, стремившаяся исключительно делать снимки людей с идиотскими прическами для своих газет. И это уже было отвратительно. Танцевальные подборки Стива привлекли интерес музыкального издания Record Mirror, куда его и пригласили составлять чарт электронной музыки, аналогию предшествующему в журнале Sounds чарту футуристов. «Мне не нравится термин «футуризм», — говорит Стиво. Это всё в редакции Sounds придумали. Ну а потом он приклеился к таким группам, как Visage и подобным, что в принципе стало походить на шутку. Тяжёлая агрессивная музыка не пробивалась. Название было позаимствовано у авангардистских художественных движений, появившихся в начале XX века. В 1909 году итальянец Филиппо Томазо Маринетти опубликовал первый «Футуристический манифест», призывающий поколение молодых художников отказаться от тревучного искусства и создать новое и современное движение. И хоть Стиво относился крайне подозрительно к определению «Футурист», он, тем не менее, постарался создать такой чарт на своих условиях, заполняя его демо-записями, которые ему присылали набирающую популярность группы. «Я получал много хорошего материала и стал раздумывать над тем, как всё это соединить вместе. Я определённо хотел видеть депешмот в своей подборке». И хотя группу заинтриговало предложение Стиво включить их записи на пластинку «Сборник музыки футуристов», они, тем не менее, сомневались по поводу всего проекта в целом. Они решили самостоятельно пройтись по звукозаписывающим компаниям со своей демо-кассетой, но в итоге лишь для того, чтобы получить отказ везде. «Да, когда мы в первый раз стали предлагать нашу запись, нам буквально в каждой компании отказывали», поведал Флетчер в 1981 году. Стив Рекордс так и вовсе прислали нам крайне саркастическое письмо, что-то вроде «Ну, привет, начинающие суперзвёзды». «Точно», — говорит Ганн. «Мы с Винсом ходили везде, посещали по 12 компаний в день. Нашей последней надеждой был инди-лейбл «Рафтрейд». Но мы подумали, что у них в том числе есть на контракте и весьма дерьмовые группы, так что все шансы». Но даже они нас опрокинули. Они все слушали, притоптывали ногами, и когда мы уже решили, что «да, берут», они вдруг говорят «Парни, ну это очень и очень неплохо, но просто совсем не в нашем стиле». Однако в офисе в тот день был 29-летний владелец независимого бренда, который уже был в авангарде электронной музыки и как музыкант, и как предприниматель. Дэниел Миллер начал слушать синтезаторную музыку в Гилфордской школе искусств, где он учился на курсе кино и телевидения с 1968 по 1971 год. «Я был повёрнутым меломаном и рос в великую эпоху рок и поп-музыки в 60-х». Тогда между 64-м и 68-м был такой взрыв стилей, но потом, к концу десятилетия, когда я пошёл в колледж, я как-то уже устал и разочаровался в рок-музыке. Мне казалось, что уже не осталось никаких экспериментаторов, что всё такое однообразное и одинаковое, и поэтому я полностью сосредоточил свой интерес на фри-джазе и электронной музыке. Я стал открывать для себя немецкие коллективы, такие как Кен, Фауст, Амон Дюль и чуть позже Ной и Крафтверк. То, что они делали, было невероятно интересным и оригинальным для меня. Они создавали новые звуки, такие, какие мне и правда хотелось услышать. Я, конечно, в то время принюхивался и к таким ребятам, как Брайан Ино, Рокси Мьюзик и Дэвид Боуи, но в основном потому, что был полностью повёрнут на Ной и Крафтверк. И мне казалось, что британцы переняли кучу идей оттуда, запихнув их в поп. Конечно, в ретроспективе я понял, что это было очень умно. Но всё же я ненавидел все наши прогрессивные рок-банды вроде ELP. Короче говоря, я был заядлым фаном немецкой электроники. После работы диджеем в Швейцарии, по большей части я работал лыжником. Он возвращается в Англию в самый разгар панка. В панк меня затянуло из-за энергетики и общего ажиотажа на тот момент. Долгое время молодёжь была сильно дистанцирована от музыкантов. Так же было и когда я рос. Но я-то как раз никогда и не считал, что быть музыкантом — это значит уметь играть нереальные соло или иметь тонну оборудования. Поэтому мне крайне импонировала эта панковская «делай как хочешь» идея. Подобное отношение перешло и в новую электронную сцену. Синтезаторы стали дешёвыми и доступными, объясняет Миллер. И через панк произошёл весь этот креативный взрыв. Так что теперь у нас были свои английские группы, вроде «Кабаре Вольтер» и «Фробинг Гристалл», которые делали по-настоящему интересную электронную музыку. Все эти факторы вдохновили меня сделать что-то и для себя. Так смеху ради. До того, как я поехал в Швейцарию, я работал монтажёром на фильмах. Поэтому, когда я вернулся, я снова начал подрабатывать в киноиндустрии, чтобы подзаработать денег. Работать приходилось неприличное количество часов, но это означало, что теперь я могу себе позволить очень дешёвый синтезатор и четырёхканальный магнитофон. В итоге Миллер формирует соло-проект под названием The Normal и записывает две песни – Warmly the Red, вдохновлена романом Балларда «Крушение», а позже перепета Грейс Джойс и TVOD. «Я думаю, что назвал проект нормальным, потому что хотел демистифицировать его, сделать мягким и доступным», рассказывал Миллер, который закончил загадочное перевоплощение созданием своего собственного звукозаписывающего лейбла Mute. Музыкант-самоучка при этом не был заинтересован в том, чтобы подгонять основанный лейбл под собственный материал. «В музыкальных газетах было полно статей на тему того, как сделать свой сингл», – вспоминает Миллер. «Создать образец было просто и не слишком дорого, что, собственно, я и сделал». Самоназванный босс лейбла ничего не знал о розничной торговле и дистрибуции, потому и отправился в магазин Rough Trade на Парта Белл-Роуд. Магазин изначально считался важным трамплином для панк и независимых релизов, а с 1978 года бизнес Rough Trade развился в лейбл и дистрибьюторскую сеть, помогая карьерам таких разнообразных артистов, как Кабаре Вольтер, The Fall и регги-музыканта Августаса Пабло. Миллер принёс тестовую запись в магазин и предложил им купить у него коробку таких копий. «Я встретил их босса Джеффа Трэвиса, и мы пошли в заднюю часть магазина. Они поставили Warmly the Red. Я конкретно волновался. О боже мой! Поскольку не привык, чтобы кто-либо слушал мою музыку. Тем не менее им понравилось, и они сказали, что если я позволю им быть дистрибьюторами, то можно мне сделать две тысячи копий». Ну, так мы и поступили. Сингл вышел в мае 1978 года, собрал хорошие отзывы и очень быстро был распродан. Замкнутый Миллер был ошеломлён таким успехом и решил пойти дальше. «Я сблизился с людьми из Rough Trade. Я зависал с ними и помогал немного. Потом пришло предложение отыграть вживую, и я понял, что не могу этого сделать один. А потом я познакомился с парнем по имени Роберт Рентл, который также сочинял синти-музыку у себя в спальне. Мы подружились и решили сформировать небольшую группу ради этого концерта, который никто из нас не хотел играть по отдельности». Всё мероприятие организовал диджей Колин Фейвор, играющий техно, как некое празднование проявления этого нового вида музыки. Были Фробинг Гристалл, Кабаре Вольтер и мы. В итоге всё вылилось в тур, который организовали Rough Trade в поддержку группы Стив Литтл Фингерс. «Было немного страшно, но очень весело. Мы выступали просто отвратительно. Стив Литтл Фингерс были классической панк-группой, и вот тут мы, два парня с синтезаторами и кассетниками, больше создающие шум, чем играющие нормальные песни». Когда Миллер вернулся из небольшого тура, он обнаружил посылки с целой кучей плёнок от музыкантов, которым понравилась его запись, и кто хотел бы заключить аналогичную небольшую сделку на сингл с его мьют. Одна запись мне очень понравилась. Это был проект под названием «Фэт Гэджет». Решение работать с ними стало поворотным, полагаю. «Фэт Гэджет» был самоуничижительным творением студента из Литтса по имени Фрэнк Тови. Он смешивал тяжёлую электронику с собственными мрачными, но юмористичными наблюдениями за городской жизнью. Его сингл «Бэк ту Нейчер», возвращаясь к природе 1979 года, стал первым после «Вэ Нормал» проектом лейбла «Мьют», который Миллер запустил в своей квартире в северо-западном Лондоне. В своих последующих работах, включая такие записи как «Риккис Хэнд» и «Файрсайд Фэвьюритс», инновационный «Фэт Гэджет» разработал жёсткий ритмичный синти-стиль, а также экстремальную саморазрушающую личность, которая сильно опережала собственное время. За Трентом и Резнером из Nine Inch Nails, безусловно, есть творческий должок перед Тови, но, к сожалению, «Фэт Гэджет» — это давно уже не существующее и в значительной части забытое альтер-эго. В течение следующего года «Мьют» начинает выпускать экспериментальные записи «Нон» — ширмы музыканта из Сан-Франциско Бойда Райса, который создавал бескомпромиссную экспериментальную «Лефт Филд Электронику», включавшую в себя и синглы с четырьмя отверстиями посередине, просверленные самим Райсом и, по его словам, обеспечивающие многоосевое вращение, позволяющее играть с любой скоростью. В 1980 году «Мьют» выпускают «Declining und Debussin» — исполненную DAF — пластинку минималистской электронной танцевальной музыки, которая окажет влияние на последующие индустриальную и техно-сцены. Дэниел Миллер также выдумал «Silicon Teens» — воображаемую группу подростков с синтезаторами, которые, как утверждается, пересмотрели поп-культуру, записав альбом классических рок-н-ролльных песен, таких как «Memphis Tennessee» «Chuckaberry» или «Хайнцевскую Just Like Eddie». Их музыка для вечеринок стала настоящим хитом. Некоторые большие лейблы даже связывались с «Mute» с предложениями по группе, не осознавая, что её и не существует вовсе. И подтвердило убеждение Миллера о том, что новые по форме полностью синтезаторные поп-коллективы начнут появляться в начале 80-х. И хотя Миллер признаёт, что Гэри Ньюман был первой соло-звездой синти-поп-музыки, тем не менее он отмечает, что на его записях есть и гитары, и или струнные и барабаны. Ньюман хорош, и он совершил много набегов на культуру электропопа. Мне понравился альбом тьюбовой армии «Blue Album» изначально был записан на синем виниле, отчего и получил такое название. Это и правда отличная запись, но, с одной стороны, она всё равно не была достаточно чистой для меня, поскольку он по-прежнему использовал гитары и ударные. Синти-поп-музыка — это историческая неизбежность, ничего подобного раньше не было. А потом вдруг обрушилась эта лавина синглов, которые, казалось, выходили все одновременно. И все они произросли из любви к электронной музыке, дешёвым синтезаторам и все вдохновлены панком. Страсть Миллера к инновационным синтезаторным артистам превратила его в очевидного аэрменджера в момент, когда депеш-мод переступили порог Рауф Трейд в конце 80-го. «Они сказали нам, как насчёт этого парня, и показали на Дэниела», — вспоминает Ганн. Он бросил мимолетный взгляд на нас, завопил «И-ха!», вышел и хлопнул дверью. «Кларк. Они продолжали говорить нам, не, это не наша чашка чая, но сыграйте это Дэниелу». Он запустил свой лейбл. Но Дэниел был в отвратительном настроении в тот день, когда мы увидели его. Он сказал, что ему не нравится, а потом взбесился и ушёл. Кларк и Ганн вернулись из Рауф Трейд, сообщив Мартину Гору, большому фанату Fat Gadget, что его герой Дэниел Миллер — ворчливый старый ублюдок. 20 лет спустя Миллер поделился своим видением истории. Полагаю, это была осень 80-го года. Я тогда был очень вовлечён в дела Рауф Трейд. Был какой-то серьёзный прокол на фабрике с конвертами для одного из ранних синглов Fat Gadget, и я был в ужасном настроении. Помню, я поднялся наверх, и Скотт Пиринг, один из лучших промоутеров страны, который там работал, сказал мне, «Тут кассета. Не знаю, правда, заинтересует ли она тебя». А потом я увидел этих неряшливо выглядящих новых романтиков и просто сбежал. Я даже не послушал запись. Сказал просто «Я не могу, я очень спешу». Миллер упустил свою первую возможность, оставив дверь открытой для Стива, который объявил, что тоже открывает свою звукозаписывающую компанию «Самбазар» с целью выпустить давно им запланированную компиляцию демок-футуристов. Депиши были в Бриджхаус, в Кеннингтауне во время одного из моих выступлений, и я пообщался с ними по поводу моего лейбла и будущей записи», — вспоминает предприимчивый Стиво. Винс Кларк же смеется, вспоминая, «Мы были молодыми и впечатлительными, а Стива говорил вещи типа «О, я могу устроить вам разогревочный тур с Ультравокс». И это было бы воплощением мечты. И хоть группа была воодушевлена энтузиазмом Стива, ничего конкретного по-прежнему не получалось. «Где-то в пределах месяца после первой встречи я увидел их выступающими», — говорит Дэниел Миллер, который приготовился укусить вишенку во второй раз. «Я даже не понял сразу, что это те же самые парни, что были в офисе Raw Trade. Они играли на разогреве у Fat Gadget в Бриджхаус, и я подумал, что они потрясающие. Даже не могу сказать, зачем вообще остался на них смотреть, но помню тот вечер довольно хорошо. Fat Gadget только закончили саундчек, и обычно я уходил со всеми, но по каким-то причинам я остался и стал наблюдать за этой группой, которая выглядела сомнительной шайкой новых романтиков. А я ненавидел их. Однако то, что звучало из микрофонов, было невероятным. Я подумал тогда ещё, ну окей, все сперва играют хорошую песню. А в итоге становилось только лучше и лучше». Большинство песен, которые они сыграли той ночью, фактически оказались на первом альбоме. Они были необыкновенно скромными, а вы должны помнить, что в то время большинство электронной музыки делалось людьми вроде меня, которые имели слегка претендующий на искусство бэкграунд. The Human League или Кабаре Вольтар – мы все были немного старше, и поэтому на нас сильно повлиял крауд-рок. А у меня в голове было это видение намного более молодой группы, которые должны появиться на электронной сцене. По сути, концепция моих вымышленных – Silicon Teens. И хоть их не существовало, мы называли их первой в мире подростковой полностью электронной поп-группой. Не нужно быть умником, чтобы понять, что будут люди, чьими первыми инструментами были синтезаторы, а не гитары. Именно такими людьми я видел депешмот тогда. Позже я, конечно, понял, что не совсем уж прав, и они могут играть на гитарах. Но такой была идея в моей голове, когда я смотрел за их выступлением в тот вечер. Миллер встретился с ними за кулисами после шоу и сказал «Я бы очень хотел сделать что-нибудь с вами. Сингл там, что-нибудь». Я пошел на них снова на следующей неделе, ну, чтобы убедиться. Я тогда работал с Бойдом Райсом, и он также пошел на это шоу и был потрясен. Я еще раз с ними пообщался, и в общем, в целом, все было решено. По версии Гана, Дэниел пришел снова и сказал, что может сделать нам запись. Если после мы не захотим с ним остаться, нам и не придется. Это было самое честное из всего, что мы когда-либо слышали. Кларк. Дэниел предложил нам сделку всего на один сингл. Мы не могли решить, какое предложение выбрать, поскольку Стива все еще был заинтересован. Я точно не помню, почему в итоге мы пошли с Дэниелом, но с этого все и началось. Стороны не потрудились подтвердить свое соглашение письменным контрактом, ограничившись рукопожатиями. Миллер со страстью создавал на своем лейбле мятежный и независимый дух, как среди артистов, так и в манере ведения дел. В любом случае, Mute по-прежнему была очень маленькой организацией, когда Дэпиш Мот пополнили ее реестр, составив компанию Fat Gadget и Non. В то время у меня был всего один сотрудник, говорит Миллер, находясь в просторном, многолюдном, современном и хорошо укомплектованном офисе Mute на Хэрроу Роуд. В конце же 80-го года он работал из своего дома в северном Лондоне недалеко от Голдерс Грин. Хотя Миллер и Дэпиш Мот заключили неформальное вербальное соглашение, Стива по-прежнему был постоянно рядом, вынюхивая возможности. Авантюрист музыкальной индустрии утверждает «Дэпиш Мот очень смущала сложившаяся ситуация. Идти ли им дальше с Mute или сам Базар, потому что мы находились в сильной позиции с точки зрения воздействия на СМИ. Поэтому я просто пошел за кулисы на одном из ранних концертов, подошел к Дэниелу и сказал «Я только что сообщил парням, что ты отличный парень, и им следует пойти с тобой. Я сказал им, что Дэниел честный и заслуживающий доверия человек. В то время у меня были ВВ и Soft Cell, когда у Дэниела был фэт гаджет на его лейбле, так что с художественной точки зрения его сердце было в правильном месте. С тех пор мы поддерживаем очень близкие отношения. Когда у меня бывали проблемы, Дэниел всегда помогал». Миллер подтверждает, что этот эксцентричный, одухотворенный и инстинктивный пионер альтернативной музыки в 90-х офисе Стива в Майферии будут включать в себя личную часовню и исповедальню для всех потенциальных клиентов, привозящих демо-записи. Был союзником, а не соперником. «На самом деле я работал со Стива целую вечность. Прежде всего, когда он был диджеем, я присылал ему все наши релизы из Mute. Потом он начал продвигать концерты в Кларендоне под своим знаменем электронных вечеринок Стива. Все наши ребята там выступали. Дафф, Фэт Гэджет, Бойд Ройс. Мы были хорошими друзьями со Стива, и он обсуждал со мной свой альбом-компиляцию. Он хотел получить Фробин Гристл, Кабаре Вольтер и меня для проекта. У него была куча кассет никому неизвестных молодых ребят, и он хотел всех включить в запись. Не думаю, что между нами было какое-либо соперничество. Я услышал Soft Sale за вечность до Стива, потому что Фрэнк Тови учился в колледже вместе с Марком Алмондом, и они послали ему кассету, чтобы я послушал ее до того, как я узнал о Depeche Mode. И кассета мне, в общем-то, понравилась, но я точно не был потрясен. Стива увидел Depeche Mode за несколько дней до меня, но был в полном восторге от Soft Sale. Я же был в восторге от Depeche Mode. И он сказал, что ж, раз у тебя есть Depeche Mode, то у меня будет Soft Sale. Я думаю, что Депеши захотели бы работать со мной в любом случае, но потом получилось так, что я спродюсировал сингл «Меморабилия» для Soft Sale. И тогда мы договорились, что Depeche Mode сделают песню для альбома Стива. Стива. Я очень четко помню, как Дэниел и Soft Sale записывали «Меморабилия». Я пришел в эту маленькую студию в Истенде в 10.30 утра. Я был пьян. Был день рождения Дэниела Миллера, и он не спал всю ночь. И я сказал, «С днем рождения, Дэниел!». И тут он заблевал весь пол. Воняло. Жуть. Я по-прежнему убежден, что это именно то, что придало треку его шероховатость. Вы когда-нибудь пробовали сводить трек в таком состоянии? Единственное, чего вы хотите, это свалить оттуда. В конце 80-го года Depeche Mode поехали в студию в Восточном Лондоне для записи трека «Фотографик» для альбома «Сомбазар». Я хотел поместить по-настоящему хорошую песню на альбом Стива. Но не абсолютно лучшую, говорит Миллер, который выступил неофициальным продюсером записи. Группа собрала свое оборудование, и тогда их новый ментор попросил сыграть Dreaming of Me, Ice Machine и «Фотографик» вживую в студии. В их арсенале в то время были синтезаторы Moog Prodigy, Yamaha CS5, маленький синтезатор Kawai и Dr. Rhythm – очень простая программируемая драм-машина. У Миллера было кое-какое слегка навороченное синтезаторное оборудование, но немного. Он располагал парой обычных и модульным IRP-2600 синтезаторами с дополнительным аналоговым секвенсором. «Помню, как Винс выдал «Вау!», когда все это увидел», – смеется Миллер. «Он действительно был в секвенсоре, потому что у него был очень точный звук. Мы все это использовали в «Фотографик». Трек мы записали очень быстро, сыграли и смикшировали в один день». Миллер был в восторге от знакомства с подростковой поп-группой, которые, ко всему прочему, были очень простой и настоящей электронной музыкой. Особенность Depeche Mode заключалась в том, что они были очень минималистичны, не было ни звука, ни части, которых не должно было быть. Это было очень функционально. По факту, они и не могли играть иначе, из-за их простецкого оборудования. У них были только монофонические, не полифонические синтезаторы, так что они могли играть только одну ноту за раз, никаких аккордов. И они очень хорошо использовали собственные ограничения. В то время мне присылали много кассет, на которых была крайне самовлюбленная, бессвязная и плохая музыка. Здесь же все было так отстранено от самих себя, что меня и привлекло. Ревностное, пуристское отношение Миллера к электронной музыке было частично вдохновлено минималистским подходом крафтерг к их массово популярным альбомам 70-х «Мэн Машин», «Транс Европ Экспресс». Крайне редко дающий интервью участник группы Ральф Хаттер как-то сказал, «Мы можем передать идею одной или двумя нотами. И лучше сделать так, чем сыграть сто или больше нот. С нашими музыкальными машинами больше не стоит вопрос виртуозной игры. Вся необходимая нам виртуозность уже в них заложена. Поэтому мы концентрируемся в своей работе на очень прямом минимализме». К концу 1980 года Депешмот насладились своей первой прессой, когда газета «Безелтон Ивнинг Эхо» написала заметку о местной группе. Журналист заключил, «Они могут пройти длинный путь, если кто-то попросту покажет им дорогу к хорошему портному». Флетчер подтвердил бывшие кошмары стиля. «Я носил широкие бриджи, футбольные гетры и ковровые тапочки. Мартин мог покрасить половину лица в белый, а Винс выглядел как беженец из Вьетнама. Он тонировал лицо, красил волосы в черный цвет и носил бандану». Бой Драйс вспоминает, как впервые встретил Винса Кларка в лондонском Бриджхаус. Он был похож на Люсиль Болл.